В свете недавних новостей о романе Леонардо Ди Каприо с 19-летней моделью, в поле общественного внимания оказалось интервью актрисы Миши Бартон, которое она дала журналу «Хейпес Безе» еще в то время, когда он назывался «Хейпес энд Квинн». Многие интернет-пользователи были шокированы рассказом Бартон о том, как ее представитель, публицист Крейг Шнайдер, уговаривал ее заняться сексом с Ди Каприо. В связи сериала «Одинокие сердца» тогда было 19 лет. На одном из мероприятий в Калифорнии, где также присутствовал Лео, Шнайдер сказал ей «Иди и переспи с этим мужчиной», отметив, что это будет полезно для ее карьеры. Однако Бартон заявила, что ей это неинтересно, ведь Ди Каприо был значительно старше нее. «Разве Лео не 30 или около того?» – спросила она. Звезде «Титаника» действительно тогда было 30 лет, и он только что расстался с моделью Жезель Бунтхен. Интервью вызвало горячий интерес публики, поскольку в сети не утихают обсуждения личной жизни Ди Каприо. Ни для кого не секрет, что актер предпочитает встречаться с очень молодыми девушками. Многие шутят, что он бросает их сразу, как только ими исполняется 25 лет. Недавно актриса Кэтрин Райан выдвинула свою теорию о том, что Ди Каприо получил психологическую травму на съемках «Титаника» и застрял в образе 23-летнего парня. А телеведущая Мэггин Келли выразила беспокойство, что актер никогда не найдет любовь своей жизни, если не изменит предпочтение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!